Всем привет! С вами кинологиня Оля, инструктор по дрессировке. Сегодня я расскажу, как приучить своих прекрасных собак к переноску или к клетке. Со мной будут мои маленькие помощницы Шалти Чача, боксер Марси, уже пускает слюни и очень хочет затестить новую переноску. Итак, смотрите, что важно понимать? Начнем как обычно мы с названия. Называть вот эту квартиру можно как угодно. Хотите, называйте это место. Хотите, называйте это домик. Хотите, называйте это космодром, как хотите. Как хотите, так и называйте. Моя квартира, иди в свою квартиру, как хотите. Самое важное, что вы должны знать, что есть команда места, которая обозначает займи это место, Это положение, да, вот именно в этом пространстве, не выходи с него. И по сути, команда клетка или команда переноска, они те же самые. Просто мы конкретно обозначаем, куда пойти, на какое место, в переноску. То есть переноска тоже может быть командой места. Смотрите, команда места учится элементарно. Мы заводим, хвалим, выводим, хвалим, постепенно, постепенно увеличивая расстояние и время и убирая похвалу именно кусочком. Примерно то же самое происходит с переноской. Но переноска, вот с клеткой тоже, с клеткой даже попроще, но переноска обычно собаку пугает. Она темная, она огромная, она какая-то шумная, она с дверью, которая иногда может закрываться, а иногда может не закрываться. Сегодня подробно об этом расскажу. Поэтому собаку переноска чаще пугает, намного больше. Если у вас нет времени для приучения к переноске, а у вас, например, уже совсем скоро состоится там путешествие с собакой, и у вас нет там двух недель для комфортного, спокойного приучения, про которое я сегодня буду рассказывать более детально, конечно, вы можете учить собаку сразу заходить уже в собранную переноску. Заходите, хвалите, выходите, да, но не торопитесь закрывать дверь, об этом тоже скажу. Если у нас есть хотя бы две недели, то я буду сегодня вам рассказывать, как комфортно приучить собаку к ее новой квартире. Сегодня буду, наверное, показывать больше на Марсе. Объясню почему. Чача знает переноску, мы много с ней путешествовали, и она в переноске комфортно себя чувствует и ведет. Марсе уже 12 лет, она в жизни не находилась никогда в клетке в переноске. Ну, по крайней мере, у меня. А у меня она живет уже там девятый год. Поэтому для нее это все новое, для нее это проверить мисочку, пойти понюхать, вдруг там что-то лежит интересное. Но она никогда не находилась в переноске, я ее там не закрывала, в клетке она никогда не находилась. То есть для нее это вообще что-то новое. Давайте приступим. Первое, что хочу, конечно, я разберу переноску, потому что намного комфортнее и проще собаке объяснить, что переноска это классное, комфортное, мягкое, приятное место, в котором ты можешь находиться. И для этого нам нужно ее разобрать. Постепенно мы будем ее собирать, складывать и постепенно приучать собаку находиться там, когда будет дверь у нас закрыта. Но это все очень поэтапно, это все очень неспешно. Начнем разбирать ее. Итак, мы разобрали нашу переноску. У нас есть вот такое дно. Да, огромное дно. Первое, что нужно сделать, это я рекомендую положить на дно что-то мягкое. Дальше расскажу некоторые особенности поездки или там нахождения собаки в переноске, что там нельзя класть разовые пеленки, потому что собака их может сожрать на стрессе. Или в целом ваша собака любит пожрать всякие клеенки. Поэтому это должно быть что-то, что собака не может сожрать. Марси очень любит мягкие подушки, ей нужно лежать на каком-то комфортном, классном месте, поэтому я и сразу его сейчас застелю. Так, у нас уже есть тут классный мягенький пледик Марсин, который она прекрасно знает. Если у вас щенок, который еще не знает, что такое переноска, и вы пока не планируете никуда там путешествия, да, у вас нет еще купленных билетов, я рекомендую вам просто купить переноску под размер собаки и приучать собаку, чтобы вы в любой непонятной ситуации собрались и поехали, и собака уже знала, что это нормальная, спокойная обстановка, что переноску бояться не нужно. Итак, с чего же мы начинаем? Мы собаку кусочком заводим в нашу переноску с командой «У меня это будет домик». Домик. Молодец, умничка, выходи. Прекрасная. Мы вообще не торопимся, у нас есть целые две недели для обучения собаке, поэтому спокойно учим собаку. Домик. Молодец. Разворачиваем собаку. Домик. Молодец, умница, домик. Прекрасная, выходи, гуляй. Умничка. Для начала мы делаем это как будто трюк. Зашли, постояли, покрутились, вышли. Не насилуем собаку, мы не заталкиваем ее туда силой, мы не закрываем ее и держим там как у узника. Это должно быть ее комфортное, спокойное место, где можно отдохнуть, где никто не будет тебя ругать, там, закрывать насильно или еще что-то. Домик – это место спокойное, место комфорта. Мась, домик. Заводим. Разворачиваем. Когда собака уже спокойно заходит, мы говорим ей, например, «Сядь в домике, сидеть». Молодец, умница. Начинаем делать с выдержкой. Домик. Почему именно команда «домик»? Мне все равно, какое положение будет занимать собака. Мне нужно, чтобы собака там находилась. Команда «домик» обозначает «не выходи из домика». Молодец. Дальше предлагаю ей команду «лежать». Лежать. Вот так. Да, Маська, это, конечно, тебе тесновато будет квартирка. Домик. Домик. Сейчас она отвлечется. Что там? Домик. Домик. Молодец. Причем она не ложится. Но, правда, я не ожидала, это не Марсина переноска. Она в ней находиться не будет, но она ей тесновато. То есть она прям жмет. Или сесть может, лечь уже нет. Но ничего, окей, ничего страшного. Мы на ней получим. Выводим собаку. Выходи. Хорошо. Умничка. Еще раз, делаем это как трюк. Наведение уменьшаем. Иди в домик. В домик. Молодец. Прекрасная. Прекрасная. Домик. Да, супер, собака. Домик. Давай, сядь. Хорошо. Домик. И начинай постепенно отдаляться. Домик. Молодец. Умница. Прекрасная. Отличница моя. Домик. Ты тоже чач хочешь, да? Когда собака уже не стрессует от того, что она находится в переноске. Ну, скажу честно, Марси, чтобы стрессовала, нужно что-то такое экстремальное должно произойти. Потому что Марси в целом собака на дзене. Может быть, это с возрастом связано, не знаю. Поэтому, если ваша собака там так спокойно не находится, вы просто уделяете 2-3 дня на то, чтобы собака спокойно села в домике. Потом мы начинаем делать всякие элементы с домиком. То есть, не может быть такое, что он стоит, он такой страшный, и меня туда отправляет за еду. Выходи, Мась. Вот так. Хорошо, Мась. Молодец. Мы можем класть туда игрушки, просить собаку принести игрушки из домика. Для того, чтобы собака начала контактировать, общаться, грубо говоря, в этом месте. Это не должно быть что-то страшное для собаки. Собака может туда зайти, полежать, понюхать, что-то взять, выйти, занести туда. И первую, например, неделю я предлагаю собаке оставить вот такую переноску разобранную, чтобы собака в ней комфортно себя ощущала. Еще раз. Хвалим, отодвигаемся, подходим, хвалим. Сначала это все время проходит с кусочком. То есть, в идеале к концу недели я хочу, чтобы это выглядело так. Вы с собакой идете, вы говорите ей, иди в домик, домик, разворачивайте. Молодец. В идеале укладываем собаку, но может себе некомфортно лежать. Вот так, хорошо. Домик. И уходим. Возвращаем ее. Если собака уходит, мы ее возвращаем. Домик. Домик. Давай, давай, домик. Лежать. Ложись. Домик. Молодец. Умница. И уходим. Домик. Уходим. Домик. Домик. Подходим, хвалим. Молодец, умничка. Домик. Выходим из комнаты или из поля зрения собаки. Домик. Если собака встает и уходит, мы ее без лакомства возвращаем. Домик. Домик. Давай, давай, давай. Домик. Хорошо. Домик. И тут очень внимательно. Если я собаку возвращаю в домик, я уже ее не хвалю. Это важно. Я ее хвалю, когда я ее туда завожу. А если она нарушила положение и вышла, я ее не хвалю. Иначе собака будет выходить, чтобы что правильно получить? Кусочек. Я могу похвалить собаку только за то, что она там уже находится. Вот, например, я ее посадила за кусочек. Она вышла из домика. Я говорю ей, вернись в домик. Домик. И похвалю ее за то, что она там находится. Ну, через время, да? То есть я еще раз говорю. Домик. Начинаю двигаться. Домик. Возвращаюсь. Она сидит на месте. И я ее хвалю, конечно. Домик. Уходим. Молодец! Умничка! Собака очень быстро поймет, что домик это приятное место. Поэтому мы можем здесь попросить еще сделать какой-нибудь трюк. Например, разверни, сделай круть. Круть в домике. Молодец! Умничка! Мне это нужно, чтобы собака поняла границы. Что она может встать, посмотреть, обойти предмет. Я могу сделать, если это маленькая собака, попросить сделать тач. Тач? Тач. Вот так. Молодец! Чтобы собачка не боялась нашего домика, потому что это пластик. Он шумный. Если она его подвинет, она может испугаться. А мне нужно сказать, все хорошо, не бойся, все нормально. Это просто шумное, вот такое не очень симпатичное место, в котором тебе приходится находиться. Почему мы учим собаку занимать положение лежать в самом начале? Да, то есть мы заводим в домик, когда только начинаем учить домик. Да. И заводим ее в положение лежать. Лежать. Молодец! Почему? Потому что в положении лежать собаке намного сложнее нарушить положение и выйти из домика. То есть для того, чтобы собака из положения лежать вышла, ей нужно встать. А вы рядом, как только собака встала, вы тут же пресекаете намерение выйти. Лежать. Давай, давай. Лежать. Молодец! Умничка! Умничка собака! То есть как только она хочет выйти, я говорю, домик. Давай, давай, домик. Да, да, да. Чтобы собака из положения лежать начала выходить, ей нужно встать. А вы сможете пресечь это намерение покинуть наш домик. То есть как только она хочет выйти, вы говорите ей, Мась, домик, молодец, домик, останься в домике. И больше ничего. И когда собака уже расслабится и начнет там отдыхать, я могу за это похвалить ее куском, погладить, почесать за ушком. Она должна понять, что команда домик обозначает зайди в домик и не выходи, пока я тебя оттуда не отпустила. Что важно, никакого негатива, связанного с ее домиком, быть не может. Никаких наказаний, типа, все, что ты гавкаешь, иди быстро на свое место, иди в домик, иди в клетку. Нет, домик это только положительное, это только сюси-пусечки, мы тут гладим собачку, мы ее хвалим тут. Она должна понять, что это безопасная территория. Здесь ей должно быть спокойно. Тогда собака намного быстрее научится там расслабляться и отдыхать. А это то, что хочет каждый хозяин, когда собака находится в закрытой переноске, чтобы собака не нервничала. Именно вы можете ей в этом плане помочь. Когда собака уже хорошо находится, уже спокойно, не выбегает, не вырывается, мы начинаем собирать домик. Мази, ходи. Когда вы ставите крышу от нашей переноски, обязательно закрывайте вот эти вот замочки. Это нужно для того, чтобы собака, если встала, если не испугалась, чтобы она не развалилась на собаке, не напугала, не упала на нее. Поэтому очень важно. Прям винтами закручивать, конечно, не нужно. Это уже прям нужно на перелет. То есть это у нас есть такие штуки-хомуты, которыми дополнительно заворачивают все вот эти вот стыки, чтобы клетка не развалилась. Есть штучки закручивающиеся тоже. Вот это все делается уже прям перед поездкой в доме. Вам нужно просто закрыть замочки. И первое время мы не оставим нашу дверь. Мы ее не ставим. У нас просто собранный домик. Собака знает, что там это место, где ее хвалили, где она знает, что это уже домик. Мы продолжаем. Собака может испугаться и сначала не заходить в него. Для этого давайте сделаем так. Мы отодвинем нашу переноску и попробуем собаке объяснить, что она может вообще обойти его, что она может с ним поконтактировать. Мась, обойди, аут, обойди. Хорошо, молодец. Мась, аут. Молодец, умничка, а в обратную сторону. Аут. Молодец. Ну, Марс, вообще ничего не страшно. Аут. Ты глянь какая, зверек. Аут. Аут. Да, молодец. Можем попросить собаку поставить лапы на переноску. Тач. Молодец. Умничка. Еще раз, для чего это нужно? Это нужно для тех собак, которые вообще боятся подходить к переноске. Мы можем играть с собакой там. Мы можем кинуть туда какой-то предмет. Ничего под рукой нет. Кинуть туда игрушку. Попросить собаку, принеси мне игрушку. Чтобы собака начала спокойнее заглядывать туда, заходить туда. Конечно, есть вариант кинуть туда кусок. Но мы кидаем кусок, который не с цели, чтобы собака забежала, и мы захлопнули, а с цели, чтобы она зашла и поняла, что ничего страшного. Например, даю кусочек, говорю, ищи. Пусть зайдет на немножечко. Да, молодец. Выходи, Маська. Ой, браво. Ищи. Какая умница. Обязательно мы хвалим собаку. Мне нужно, чтобы собака чувствовала себя уверенно. И я ее должна в этом плане хвалить, подбадривать. Хвалить и подбадривать. Давай еще раз. Ищи. Ой, обманула. На. Да, молодец. Выходи, умница. Выходи. Маська. Молодец. Браво, собака. И когда собака уже комфортно себя чувствует и заходит туда обратно, обходит переноску, может с ней поконтактировать, прошу собаку зайти в домик по-настоящему. Чачка, выйди из нашего домика. Выходи. Маська, домик. Заходи в домик. Домик. Давай, давай, давай. Домик. Иди в домик. Давай, давай, давай. Молодец, умничка. На. Мась. Марси. Молодец. Лежать. Лежать. Давай, давай. Лежь. Лежь. Молодец, умничка. Опять же, прошу собаку лечь. Это нужно, чтобы собака, когда начала вставать, и если вы не разрешали выходить из ее домика, чтобы вы пресекли это намерение и сказали ей, домик, вернись на место. Домик. Начинаем то же самое делать с выдержкой. Да. Домик. Хорошо, умничка. Походили, что-то поделали, вернулись. Домик. Домик. Опять ушли. Нет, домик. Домик. Скорей, скорей. Да, домик. Молодец. Две секунды хвалим, две секунды хвалим. Потом три секунды, потом десять, потом двадцать. И постепенно пробуем выходить из комнаты. Собака должна оставаться в домике. Если она выходит, вы возвращаете ее быстро в домик. Вы должны вернуть ее настолько быстро, чтобы она не успела полностью даже вылезти из домика. Да, то есть, когда она там молодец, она там находится, мы ее похвалим. Гуляй, выходи. Выходи, Мась. Выходи. Вот так, супер собака. Выходи, выходи, выходи. Хорошо. Домик. Давай, давай. Домик. Домик. Отлично. Домик. Молодец. Домик. Лежать. Домик. Хорошо. Начинаем отодвигаться и уходить. Я тут уж не буду выходить сейчас из комнаты. Но что мы делаем? Мы постепенно выходим, выходим, выходим. Собака там лежит, находится. Мы заходим, говорим, умничка, браво, молодец. И потом команда выходи, команда гуляй. Обозначает, что ты свободна. Собаке должно быть там комфортно. Если вашей собаке некомфортно находиться в переноске, открывайте переноску, продолжайте обучать с нижней частью. Не насилуйте собаку. Вашей собаке будет там классно и комфортно, когда вы ей покажете, что ей ничего не угрожает. И вот это сверху страшная штука, ничего страшного. Дальше будет хуже. Дальше мы будем двигать переноску и закрывать ее. Поэтому процесс обучения должен быть долгий, но комфортный для вашей собаки. Смотрите, если у нас цель за две недели приучить собаку к переноске, то мы пока что убираем ее лежанку. Мы можем лежанку положить в переноску, если она помещается и там все нормально, комфортно. Но наша задача сделать так, чтобы на эти две недели собака привыкла к этой штуке, к этому страшному домику и спокойно в нем оставалась. Поэтому даже команда, если собака ночью спит на лежанке, то мы ее отправляем в переноску, а лежанку в это время убираем. Собака идет спать в свою переноску, постепенно привыкает к тому, что это офигенная классная квартира. И мы потом уже начинаем делать следующий этап. Мы переходим к нашей дверце. У меня тут дверца сразу с креплением для воды. Я миску снимаю, потому что Марси тесновато в этой переноске. Миску убираем. Вот мы уже присоединили нашу прекрасную дверцу. Что мы делаем? Мы ее не закрываем. Мы собаке показываем, что дверца, ничего страшного. Мась, иди в домик. Иди в домик. Иди в домик. Давай, 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 давай. Молодец. Шумно получилось. Ничего, молодец, умничка, молодец. Разворачивайся. Да, разворачивайся. Стоп. Домик. Хорошо. Супер. Не стремитесь сразу закрывать дверь. Пусть проживет собака несколько дней просто с открытой. Вы можете ее привязать, чтобы собака не ударялась. Постепенно-постепенно будем закрывать дверь. Но закрываем на секундочку. И следующее я буду показывать на чаче. Потому что, оказывается, два часа съемок для Марси маловато. Она не комфортно себя там ощущает. И еще даже не хочет там сама заходить. Поэтому вы продолжайте. Потому что вы будете учить это целых две недели в среднем. И чтобы не насиловать сейчас Марси. Потому что Марси никогда не находилась в домике. В переноске. Поэтому я продолжу на чаче, который уже более-менее знает. Но с Марси мы продолжим, наверное, на переносочке побольше. Хотя, может, и не нужен. Зачем нам переноска, да, Мась? Ты же королева. Ты в машине ездишь и так. Давай пробуем домик. Иди в домик. Ну нет, окей. Ну а теперь этот домик это целая квартира для маленькой чачи. Поэтому давайте покажу дальше на чаче. Что мы делаем? Во-первых, я смогу ее даже безопасно закрыть. Мась, уходи. Ты сделала свой выбор. На место. Место. Вы не переживайте. У вас будет больше времени на обучение к переноске. Поэтому у вас тоже будут хорошие результаты. Как у меня с чачей. Или как с Марси. Например, через пару дней. Продолжаем. Чача. Домик. Пустой рукой показывают. На-на. Домик. Да, молодец. Только зашла. Говорю, молодец. Домик. Там она находится. Пару секунд. Да, умничка. Домик. Молодец. Хорошо. Что мы делаем? Мы говорим собаке, что ей нужно сделать. Домик. Да, остался в домике. Домик. Прикрыли. Открыли. Молодец. Собака не должна вырываться из домика. Она не должна вывивать головой дверцу. Ей нужно объяснить, что ничего страшного в закрытом домике нет. Выходи. Чача в домик. 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 Закрыли. Да? Просто прикрыли. Открыли. Домик. Молодец. Она не должна вылетать оттуда. Для того, чтобы не вылетала, мы просто говорим, что ей делать. Типа, жди. Да? Типа, только команда домик. 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 Закрыли. Домик. Открыли. Молодец. И постепенно начинаем отдаляться от собаки. Прикреплю, потому что эта штука мне не нравится, как она торчит. Она и в глаз может попасть. Закрыли. Домик. Молодец. Хорошо. Супер собака. Умничка. Гуляй. И постепенно мы отдаляемся и закрываем уже на замочек и сразу же хвалим собаку. Чача, иди в домик. Чачау. В домик скорее. В домик. Иди в домик. Домик. Давай полностью. В домик. Молодец. Домик. Браво, собака. Умница. Умница. Молодец. Выпускаем. Иди гуляй. Прекрасная. Хорошо. Еще раз. Чача, иди в домик. Чача, в домик. Да, браво. Хвалю за то, что она сама забегает. Она умничка. Домик. Закрываю. Домик. Проходит какой-то период времени. Говорю, что она умничка. Когда я открываю, даю ей команду. Домик. Она не должна выходить из домика. Мась, проверяешь чачку. Все хорошо. Все прекрасно. Да, нет, ты уже все. Давай, отдыхай, зайка. На место. Когда я открываю, я даю собаке команду. Домик. Означающий не выбегай. Домик. Медленно открываю. Домик. Собака там осталась. Да, молодец. Умничка. То есть для нее вообще не должно быть разницы, дверь открыта или закрыта. Она не должна оттуда вырываться. Она не должна стрессовать. Какие важные правила в команде домик? Не стелим в домик никакие разовые пеленки. Собака может от нервов их наглотаться. Она может разорвать. И вообще в целом ничего приятного там не будет. Очень важно. Не оставляем собаку в домике надолго. Такая прекрасная девочка у меня вообще послушная. Не закрываем собаку в домике надолго. Это все равно стресс. Если собака зашла и ложится, и спит туда, отлично. Но она захочет выйти, размять косточки, побегать, поиграть, попить, пописать, не знаю, что угодно. Поэтому давайте определимся, что собака там не находится все целые там сутки. Обязательно, если вы даже оставляете собаку где-то в переноске, то вы все равно знаете, что она там делает, как она себя там чувствует. И если это там, ну, перелет, понятно, что это сложно контролировать. Но хотя бы температуру на борту в багажном отделе нужно уточнять постоянно и спрашивать, чтобы собакам было окей там, чтобы они там не замерзли. Надолго собак мы там не оставляем. Если вы знаете, что вам предстоит там долгая поездка или перелет, или в целом дома нужно оставить собаку в клетке, перед этим вы должны ее нагулять, наиграть, назаниматься, покормить, вывести в туалет дополнительно еще раз, дать водичке и потом запустить ее в домик. В домике вы можете поставить специальную поилку для собак или специальные есть поилки для маленьких хомячков и собаку приучить к этому, к этой поилке, чтобы собака смогла там спокойно, комфортно пить и все будет хорошо. И последний, самый, наверное, сложный этап, как собаке приучить там находиться во время каких-то движений переноски. Мы говорим ей домик, закрываем, наша собака уже спокойно относится в домике, она там не плачет, она не пытается вырваться. И мы начинаем, например, отходить, оставлять собаку в закрытой переноске на там пару минут, потом 10 минут, потом 15 минут. Если ваша собака не плачет, не воет, не пытается вырваться, это означает, что вы правильно ее приучили и объяснили собаке, что находиться в этой страшной пластиковой штуке вообще не опасно и даже может быть спокойно и комфортно. Дальше мы начинаем постепенно двигать переноску, чтобы собака привыкла к тому, что, например, ее, если вы отправляете собаку в багажное отделение самолета, что она должна спокойно относиться к некоторым тряскам, чтобы для нее это не было какой-то истерикой. Мы начинаем просто спокойно двигать сначала вот так, потом говорим ей, да, умничка, открываем, выпускаем, валим, да, молодец, домик, умничка, выходи. Хорошо, потом постепенно... Чача, иди в домик. Чача, домик, да, домик, скорей, домик, молодец, домик. Обратите внимание, что я уже не хвалю ее, хвалю ее через раз. Собака хорошо знает домик и ей там комфортно. Потом мы начинаем его приподнимать и ставить. Отличная собака, умничка, хвалим собаку, выпускаем собаку, и потом уже начинаем постепенно двигать, на колесиках катать по квартире, по дому. Это нужно для того, чтобы вашей собаке было комфортно при транспортировке бокса, в котором находится собака. И вот уже Чача там спокойно лежит. Смотрите, видно будет? Да, сейчас уже поднялась, смотрит, интересуется, что же происходит. А происходит, по сути, ничего. Все нормально, ей ничего не угрожает. Ей там комфортно, она себя очень хорошо ощущает и чувствует. Она прекрасно знает, что такое бокс и как в нем находиться. Я говорю ей команду домик, чтобы она не выбегала. Домик, домик, домик. Гуляй, зайка, выходи. Молодец! И здесь я ее похвалю, потому что она умничка. Друзья, обязательно подбирайте боксы по размеру своим собакам. Куча информации в интернете о том, какой же бокс подойдет именно вашей собаке. Правильно приучайте, это залог вашего спокойствия и спокойствия вашей собаки. И, честно говоря, за спокойствие вашей собаки я волнуюсь намного больше, чем за ваше спокойствие. Ну, такой вот адвокат собачий я. Учите своих собак, все у вас получится. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И делитесь, как вы приучали своих собак к переноскам и как они сейчас относятся к таким страшным, большим пластиковым боксам.